Всем привет друзья, с вами Тима и это рубрика уже не ящер, но уже тащер. Да ладно, шучу, ящер тащер у нас сегодня в ролике и на прошлом видео мы с вами видели такие изменения, как адские мы прокачали до фула и начали потихоньку качать арбалеты. По лаборатории мы апнули колдуна до 9 уровня, следственно он теперь у нас фуловый. Но на сегодняшний день изменения у нас такие, после того как была обнова мы сразу же с вами выставили ловушку пружину и еще одну адскую башню. Ловушка пружина уже фуловая, третьего уровня, а адскую башню я сегодня буду ставить на 4 левел. И я как говорил, мы на прошлом ролике только ставили арбалеты на 2 или 3 левел что ли, на данный момент они уже скоро будут 5 уровень и буквально через недельку мы поставим их уже на 6 левел и они будут фуловые. И цена всего этого вопроса 50 миллионов золота, 4 арбалета стоят почти 50 миллионов золота. Блин, что ты делаешь со мной, ТХ-12? По лаборатории после прокачки колдуна мы начали апать с нуля голема, через 2 дня уже будем ставить на 4 левел. Стоит копейки, но дарк как всегда фуловый. И также после обновы добавили прокачку заборинок на 13 левел, еще плюс 100 заборинок. И за это время апнули 12 заборинок всего. А это 60 миллионов элика. Золото я на забор почти не ливал. Или вообще не ливал, точно не помню. Адская башня уже апнулась, я с утра специально заюзал зельку, чтобы к этому времени строитель у нас освободился. Потому что знал, что я буду записывать ролик и буду фармить на адскую. Она будет стоить 9 миллионов, у меня в КК есть 3 лямчика. То есть остается нам еще 5 лямчиков насобирать. И смысл этого ролика еще будет заключаться в чем? В том, что я хочу спустить кубки до мастера. Потому что в чемпионе, как вы знаете, фарма нет. Ну, знают те, кто ходит на стримчики. Потому что в чемпионе мы с вами ищем там буквально по 5-10 минут. Это так же, как и в Титане. Но в Титане бонус, поэтому туда мы идти не будем. Там и лупа тоже крутит. Поэтому мне посоветовали спуститься в мастер. Говорят, что на 11 ТХ там фарм просто чуть ли не в 2 клика. Поэтому мы спускаемся сегодня с вами в мастера. И пытаемся найти там гигантский фарм. Спустился, значит на 2 600 кубков. Уже провел одну атаку примерно на 2 800. И там, мне кажется, нужно было остановиться. Но на 2 600 тоже есть фарм. Вот такие вот челики попадаются. Почти 700 к золоту. То, что мне и нужно. Ну, пока не знаю. Мне кажется, нужно было останавливаться на 2 800. Потому что там фарм попадался намного лучше. И заброшек, мне кажется, было больше. Так, в какао у меня гигос. Накинем их с этой части. Также герои пошли. Нужно подкинуть также хил. Ну, тут тоже меня фарм пока устраивает. Ну, правда, я сделал сколько? 7 или 8 подборов примерно, чтобы найти вот этот фармец. Но лучше 700 к, чем 300, которые были в чемпионе. Плюс бонус 200. Ну и 500 к это такое себе. При этом, что ты атакуешь. ТХ-12 там какой-нибудь фуловый. Ну, а тут что это? Это какие-то рашеры. Слабая прокачка. И тут даже трешкой пахнет. Поэтому, мне кажется, лучше бить слабых соперников. При этом у тебя фарм будет чаще попадаться. И, возможно, там по миллиончику где-нибудь что-нибудь попадется. Я не знаю. В общем, нужно тестировать эти все лиги на двенашке. И, не знаю, подбирать что ли. Но я точно понял то, что в Титане, конечно, фарм есть. Но лупа, это лупа. Просто, как мы всегда с вами говорим, лупа из-за лупы вся. Потому что крутится она очень долго. Это все из-за лупы, в общем. А в Чемпионе, ну, в общем, среднячок. Максимум 500к фармишь на атаке. Ну, а тут плюс бонус выходит практически 800к. Меня намного это больше устраивает, чем Чемпион. Спустился я ради эксперимента на 2200 кубков. То есть, Хрусталь. И мой вердикт очень прост. Зря я это сделал. 2800 это нормальные кубки для фарма на ТХ-12. А вот ниже спускаться, кажется, смысла нет. Ну, че ж поделаешь, я еще заготовил тут микс для заброшек, блин. А заброшками тут и не пахнет. Я-то думал, сейчас будет целая куча заброшек. А нет, нифига. Не повезло, не подфартило. Так, в КК у меня, по-моему, нифига ничего нету. Зря я даже накинул сюда хил. И рейш, по-моему, зря. Ну, ладно. Уже все, уже накинул. Давайте тогда лучницами поможем, что ли. Может быть, мы центр разберем сейчас. Я очень хочу разобрать центр, потому что там все ресы. Но если это получится, то будет очень даже круто. Прожимаем хранителя. Я, правда, не знаю, зачем. Ну, ладно. Закидываем. Наверное, вот так, когда буду дракончиков накидывать. Другого варианта у меня, кажется, сейчас нету, как накидывать их. Разнообразия тоже никакого нету. У меня их... Так, сколько? 8 штук осталось. И... Даже не знаю, что делать. Ну, пока, кстати, атака идет нормально. И мы взяли уже так нормально. Тоже процентов. Прожимаем королеву. Ну, закидываем вот сюда дракончика, вот сюда. Вот здесь еще одного дракончика, потому что там чистильщик. И что-то дракончик не полетел у нас на башню лучниц. Это плохо. Так, ладно, дракончик сюда. Ну, и с этой части, я думаю, накинем прям вот так вот кучно дракончиков. И на них заюзаем хил один. Думаю, будет вообще прям годно смотреться. Блин. Я взял трешку таким миксом. Это... Че вообще? Я не понял. Я вроде скидывал, как не знаю, как самый последний ракал, наверное. Но... Мы берем еще и трешку с этого челика. Да, герои, похоже, очень сильно помогают. И они в данной ситуации, похоже, и затащили. А не луки-варвары и дракончики. Мне кажется, герои реально здесь затащили всю катку. Но фары мы весь забираем. Конечно, не то, что я хотел здесь увидеть. Но ради эксперимента я взял и специально спустился на такие низкие кубки. В общем, фарма в Крустале нет. Находятся вот такие челики. Максимум по 500 тысяч. Редко-редко бывает. Попадается там тысяч по 600. И то, это очень редко в мастере на 2800 был фарм намного лучше. Поэтому на ТХ-12 лучше подниматься на 2800-2900 кубков. И искать там фармец. Это самые такие оптимальные кубки. Так, я даже не знаю, что я с этим челиком буду делать. Кто-то скажет, что я типа неправильно дракончиков скидываю. А я знаю. Потому что если бы я точно их точечно скидывал бы, то смысла бы от этого не было, мне кажется. Они просто погибают очень быстро. Поэтому без понятия. Мне кажется, самое оптимальное решение накинуть их вот так. И закинуть на них хил. Чтобы они под хилом что ли что-то делали. Или они и так погибают. Короче, я не знаю, что делать таким миксом. Мне нужно обратно поменять микс на шахтеров. Потому что нужно как-то поднимать кубки. А шахтеры мне будут в помощь. Так, ладно. Еще один хил юзаем. Ну и тут дракончики у нас, конечно, очень сильно помогают. Давайте попробуем в центр запустить как-то варваров. Целую кучу томатских у нас на сингл. Отлично. И что-нибудь, да может, годное и получится с варварами. Не знаю. Самое главное не проворонить их. Прожимаем хранителя. Прямо на последних секундах я успеваю это сделать. Правда, смысла от этого вообще ноль. Прожимаем также королеву. Закидываем вот сюда хил. Кстати, нам нужно как-то орла. Ой, блин, бомба. Прям как назло специально там у нас появилась бомбочка. Блин, реально, как специально там появилась бомба. Ладно. Давайте закидим еще один. Опа. Хил на... ТХ забираем. Вот это варвары-звери, конечно. Мы ТХ забрали благодаря варварам. Плюс фармим еще чутка ресурсов. Блин, варвары реально в данной ситуации очень сильно помогли. Но все же лучше заготовить, мне кажется, шахтеров и играть лучше ими. Потому что нам хоть как нужно сейчас поднимать кубки. А кубки поднимаются у нас только чем? Правильно, шахтерами. Потому что варятся они очень быстро. Ладно, будем завершать. И своровали мы с вами 450... 420 тысяч. Ммм. На последнюю атаку, как назло, нашлась заброшечка. Нет, хорошо, конечно. Но я перед этим искал так долго соперника, то есть еще фармил. И искал соперника меньше так 30 кликов, соперник не находился. А сейчас буквально кликов 10 и нашлась заброшка. Очень странно, мне кажется, по-любому на этом аккаунте нужно поднимать кубки на 2600. Так, ладно, давайте начинать атаку. С этой части я закину всех героев, думаю. Или лучше хранителя я закину с шахтерами. Кстати, я взял всего 3 хила. Но это, блин, заброшка, поэтому это будет изичная трешечка. Так что, реально, на последнюю атаку у нас соперник нашелся добротный. С этой части еще подкидываем шахтеров. Хил пока... Кстати, вот сюда давайте хранителя накинем. Тут шахтеров мало, поэтому он тут будет кстати. Так, хил сюда закидываем. И хил... А я даже не знаю, стоит ли вообще смысл кидать хил куда-то. Потому что, как правило, такие челики ломаются даже без хила. Давайте попробуем вообще без хила сломать этого челика. Мне кажется, это получится. Я уже, конечно, один потратил, но больше не буду. Да, мы сейчас сломаем без проблем этого челика, потому что уже дефа не остается. Снизу деф, конечно, есть, но он нам сильно не помешает. Шахтеры топовые. Тем более, с прожатием хранителя таким долгим. Шахтеры у нас тащить будут на ура. Так, прожимаем героев. По краям тут ничего нету. Тогда закидываем остатки лучниц. Атака очень быстрая, мне кажется. Минута где-то. Может быть, чуть-чуть больше, но все равно. Прям совсем быстро. Я даже не ожидал, что так быстро мы с вами проатакуем. Так, почти 500к воруем. Реально, вот если был бы такой фарм, тут буквально 2-3 клика, и такой фарм бы искался, я бы здесь остался. И фармил бы лукаварварами. Но такого фарма нет, и придется нам поднимать кубки. Но на сегодня мы с вами все сделали, то, что планировали. Я все же дофармил золото на прокачку адской башни. 9 лямчиков. И давайте, наверное, ставить. А нет, стоп. Нужно же прокачать заборинку. У нас есть халявный эликсир, который никуда не нужен. Так, апаем еще одну заборинку за 5 лямов. Блин, какие-нибудь ТХ-7 или ТХ-6 там плачут сторонки. Такие ресурсы тратятся на забор, это жесть, конечно. Так, ладно, давайте сделаем то, что планировал я сегодня. Апаем адскую. Блин, и завтра еще один строитель просыпается. Завтра опять нужно фармить 12 миллионов. Это реально, это не аккаунт, это прожора золота и вообще прожора ресурсов какой-то. Но на сегодня ролик заканчивается. Спасибо, что его посмотрели и поставили лайк. Ну, я знаю, ты же поставил лайк, да? А если не поставил, ты знаешь, что сделать. Всем удачи, всем пока.